добрый вечер привет откуда город-герой белгород сейчас ну именно сейчас тихо вообще нет не тихо совсем извините а вот куда я сургута понимаю вот там всю жизнь жили или откуда-то приехали что с омска омск сибирь недалеко в тундру увезу тебя и в тундру называется да мне здесь нравится но почему мне от войны далеко не жарко вообще не из-за этого а из-за чего я здесь 2010 года они вообще речи не было не было не было ну в грузии была война ну а так конечно не был в грузии знаете хотелось бы очень путешествовать но не довелось почему но в сургуте же нефтяники нефтяники деньги же не плохие газовщики смысле не факт но газотранспортная система я знаю я знаю я знаю что тут наш белый наркомаш проектировал сургут нефтегаз газотранспорт переехал сургут нефтегаз загибается да как дальше ну да тогда печалька конечно мне все равно здесь нравится мне нравится здесь природа летом не нравится есть природа зимой так не но я же я же вас не агитирую куда-нибудь ехать но упаси господь уж тем более на войну если честно у меня есть мечта поехать норвегия боюсь норвегия не очень рада нашим с вами согражданам это неважно придет момент когда она будет очень рада нашим сограждан почему вы понимаете времена меняется войны заканчиваются вы когда эти времена придут сколько немцы отвечали за свою войну у нас до сих пор вот эти вот визги на берлин происходят и все же я захожу в чат рулетку сидят русские немцы все у них там хорошо да только поймите правильно третий рейх как империя прекратил свое существование поэтому может быть у них все и хорошо а вот наша империя убирается кроваво я много чего вы мне вы мне в белгороде можете много чего рассказать честно белгороде но то что сейчас по вам бомбят а до этого чё там происходило до этого мы бомбили только мы а теперь еще и нас так я об этом и говорю а что с этим поделать но знаете что поделать войну заканчивать мы с вами можем можем мы с вами сидя нет надо выйти из чат рулетки и надо наверное все таки делать что нибудь чтобы на выборах голосовали не за того человека которого голосовали а за какую-нибудь другую спину можно и жестко высказать ну без мата если можно мы профукали этот момент это точно тут тут вы право абсолютно мы профукали этот момент очень давно я ждем я вам точную цифру скажу 2007 году мне почему-то вспомнилась повесть аэлита алексея толстого советские революционер гусев вместе с инженером лосевым полетели на марс а там унылые марсиане горят а мы профукали с этот момент мы профукал сейчас вы мне напомнили марсианина абсолютно с вами согласен я там больше скажу это началось с 1721 года когда петр алексеевич романов решил что россия теперь будет империей вот тогда это началось тогда все беды начались у вас на пусть вас пропал звук сейчас слышно слышно но стало хуже слышно страна ничего не делал я попробую наушник 1 2 3 но значительно лучше знаете вот будучи молодым парнем да вы сейчас могут я очень хотел я очень хотел побывать и пожить в общем с детства я учил английский язык мне он очень нравился вы помните частично я перебил прошло очень много лет вахты ну очень много событий произошло но частично помню да я в детстве хотел уехать в америку я иногда даже сейчас хочу но сейчас я не хочу а я еще хочу знать почему не знаю конечно отбросив все политические премии премии я чувствую что меня там никто не ждет беда в том что и мы и у себя никому не нужны не скажите нужны конечно нужны нужны как люди которые от человека зависит да безусловно но в нашей стране мы нужны только как мобилизационный ресурс это исходя из политических соображений военных военных чушь политических военных политических мне а если говорить о социальных да у нас нет социальных лифтов они исчезли как класс но как же как же семья вы считаете что семья это социальный лифт нет вы немножко меня не поняли мы сейчас говорим о том что допустим в америке нас никто не ждет да нас нигде никто не ждет до нас нигде никто не ждет это нормально нас не должны ждать почему мы вдруг решили что в украине нас ждут мы же туда пошли под лозунгами что война на три четыре дня помнишь как говорил лукашенко из соседней страны как скобеева верещала что три четыре дня нас будут цветами встречать нас там ждут ну скажи даже ложь нас нигде не ждут нас ждут дома но мы-то почему-то решили что мы имеем право идти в чужие дома и устанавливать свои порядки вот не мы решили во первых но идем там и решили не мы найдем и я не иду пока что но тоже но тоже пока что хотя мобилизация была я думал меня первым заберут а меня забрали где вы сейчас находитесь в белгороде войнизированная часть или теперь теперь просто военкомат на раньше забрали и отправили как офицера запаса на купонское направление а там просто лепесток а теперь просто военкомат знаете знаете юноша что в этом самое ужасное я этнический украинец это просто ужасно это просто знаете в моей крови течет украинская белорусская русская кровь сургуте очень на сургуте очень много живут украинцев особенно из его на франковской из харькова я это знаю нет сургуте очень много живет ребят донбасса и слугах вот это сейчас от дула 14 году просто повальный просто повальный а до 14 года было очень много харьковчан и ивана франковца но знаете вот я работал в баваненко в 2011 году и у нас были мастера я тогда был дорожным рабочим у нас были мастера западенцы понимаете ну ивана франковска вот и знаете заметил еще в те года до вот этих всех мобилизации до военных действий и так работал в ночную смену мои соотечественники работали в дневную смену но у них был мастер русский и по итогу когда я три месяца там отработал у дневных было порядка x2 зарплата выше чем у нас вставлять почему потому что нам рубили бабки воровали западенцы рубили бабки они они были мастера не были прорабы еще тогда они рубили бабки не знаю этом мне кажется к русским у именно украинцев какая-то вражда и какой-то негатив так ты сам сказал что в тебе течет украинская кровь да и что на рак ты говоришь что к русским вражда какая-то это 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 то что я заметила то что я почувствовал хорошо я тебя я тебя за вопрос а почему они должны были бы ну вот почему они вот с запада украины должны были бы нас любить ну с чего бы нас любить а с чего им нас ненавидите на его я попытаюсь тебе объяснить в двух словах 1939 году эти части эти земли украинские были в составе польши государства польского потом под эгидой восстановления соединения украинского народа сталин взял и присоединил их силой к советскому союзу не очень рады были вхождению советский союз очень много людей просто отправили в сибирь у меня мои родители родом с востока украины с востока из центра мои родители но тем не менее я прекрасно знаю что люди которые жили на западе украины они голода не пережили в тридцать девятом году хотя говорят что этот год был вызван засухой погодными условиями тридцать третьем не в тридцать но нет этот год организовала советская власть эти больше того скажу я в советское время жил мне мама всегда говорила сынок не забывай никогда что-то украинец и что русские нам не братья я сейчас и детям своем это говорит да как братья только не братьям соседи да но не братьям что ладно хорошо вот посмотри когда президент россии наш с тобой президент заявляю что украинского народа не существует как я этнический украинец которым нет ни капли русской крови должен к этому относиться то есть я должен не знать что я русский ну так я не русский я я в какой-то степени не понимаю возможно о чем вы хотите не сказать я говорю о том что их любовь вполне любовь к нам вполне обоснованно мы всячески мы всячески мы всячески всячески вот например я с тобой говорю по-русски я свой украинский язык знаю достаточно плохо а это все последствия русификации поймите можно свою позицию конечно конечно я слушаю смотрите но если рассматривать так я и отнический русский я родился в омске сибиряк я прожил сибиряки очень-очень септически относятся когда их называют москалями то блин извиняюсь хуй хуй меня назовите мне вообще понимаю кем-то себя ощущаешь тем ты есть согласен я вырос в россии и вот когда вот до 2014 года до вот вот этих всех действий у нас были украинцы тогда мы просто называли хохлами и хохлы никто не обижался что их называли хохлами хочу не я хочу не обижали что их называли хачами чурки не обижали что их называли чурками это тебе только так кажется что не обижались а все равно осадок остаются это неприятно хотя на самом деле в слове хохол ничего убедного нет но коннотация которую вкладывает обычный гражданин нашей с тобой страны в это слово она несет в себе негативный аспект типа я выше а ты ниже вот сиди себе и хохол и думай вот и путин говорит что украинцев не существует он куда более радикально поступил он просто заявил что украинского народа не существует одновременно с этим дав позицию что украинцы это просто какие-то испорченные русские но это не так у украинцев есть свой язык своя история своя культура культура очень обширная украинский язык имеет значительно больше слов в словарях своих чем русский язык украинских народных песен но просто на порядок больше чем у русских народных песен но мы же этого всего не хотим видеть правда помнишь как у маяковского было во славу украине я на память не расскажу тебе не надо рассказывать я просто не помню я и я же говорю что я очень плохо владею языком своих предков я им владею но плохо я вообще не против я вам не буду исторические факты приводить пример почему можете нет я не буду потому что я я человек такой я практически то есть я практик из того я касается свое мнение высказываю из того что я видел что я прожил я на знаете что скажу да слушай вот смотрите я этнический русский родился в омске прожил какую-то определенную хорошую или плохую жизнь но в моей жизни встречались многие насчет кавказа вы высказались но вы ударили прям жестко мое сердце это моя боль это мои старшие братья которые погибли которые я до сих пор чувствую негатив кому в этой степени к тем боевикам людям которые защищали собственную независимость в чечне правильно я понимаю сепаратизм нет террористам то есть вы считаете людей которые хотели для своего народа собственную государственность террористами нет я служу о тех которые взрывали школы взрывали аэропорты джохар дудаев генерал генерал советский генерал герой советского союза он тоже террорист я еще раз повторяю я не буду бросаться историческими фактами потому что я не могу когда-нибудь когда-нибудь наступит момент я не знаю как вас зовут честно говоря и мне очень сложно сейчас вести с вами беседу просто когда-нибудь наступит момент и президент нашей страны я не знаю как его будут звать на тот момент уже человек еще молодой это может быть другой президент уже тогда скажу что народ омска где вы родились это какой-то отдельный народ который требует собственного языка собственной государственности и собственной независимости его его точно также поддержать потому что вам судя по всему все равно не а почему вы считаете что чеченцы не имеют права на собственную государственность это же народ ведь правда это же народ у них есть история язык культура куда более богатые между прочим чем наш куда более древние но нет это бандиты все кто хочет свободы для вас бандиты ну как нет вы только что сказали об этом мы сейчас говорили по поводу чеченской компании мы говорили про боевиков почему вы называете людей которые сражались за независимость республики ячкерия боевиками почему вы не называете боевиками людей которые с точки зрения нашей пропаганды сражались за независимость донецкой и луганской области вот они не боевики а повстанцы а чеченцы боевики чем разница знаете в чем разница потому что чеченский народ действительно существует со своей культурой историю языком а вот никакого народа донбасса нет но нет такого народа ни языка донбасского нет ни истории донбасской не культуры отдельный какой-то нет вот это как раз и есть бандиты и террористы а народ чечни который восстал против нас борясь за свою свободу и независимость это повстанцы настоящие ополченцы беда нашей страны в том что мы подменяем понятие и называем черное белое как орла нет никакого донбасского языка нет никакой донбасской культуры нет никакого донбасского народа это либо русские либо украинцы у каждого из этих народов есть своя страна а вот у чеченцев своей страны нет вот где ключевая разница между происходящими событиями и тем как у нас в стране их называют потому что чеченский народ действительно имеет право на самоопределение потому что он существует веками они какого ни донбасского не луганского народа нет это миф тик тик носился